Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в селе Беловодском на территории бывшей Киргизской ССР. Отец был военнослужащим, мать работала учительницей начальных классов. Позднее родители подарили Виталию младшего брата, Владимира Кличко, который тоже впоследствии увлекся боксом. Из-за профессии отца Кличко часто переезжали по различным городам, побывали в других странах. С 1984 года семья осела в УССР, здесь Виталий начал серьезно заниматься спортом. С 1989 по 1991 парень служил в армии. Срочная служба проходила в Умане, в части ВВС СССР, уже тогда, судя по фото, он отличался своими габаритами и физическими данными от других молодых людей. При росте 202 сантиметра его вес составлял 109 килограммов, а в дальнейшем и 111-114 килограммов. После армейской службы Виталий учился в педагогическом университете на факультете физической культуры, после чего продолжил службу офицером в армии Украины. В 1996 году Кличко был уволен в запас в звании капитана ВВС, после успешного периода в кикбоксинге, где из 35 проведенных боев спортсмен одержал 34 победы, Кличко перешел в профессиональный бокс. В этой сфере он проявил себя с 1995 года. Тогда спортсмен стал чемпионом мира по боксу среди военнослужащих, выиграв большое количество боев. В ноябре 1996, после успешной карьеры в любительском виде соревнований, 95 побед, 80 нокаутов, 15 поражений, дебютировал на профессиональном ринге одновременно с братом Владимиром. В 1999 Виталий завоевал титул чемпиона мира по версии всемирной боксерской организации World Boxing Organization, WBO, но уступил его в следующем году американцу Крису Берду. В поединке с ним Кличко потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Бой с британцем Ленноксом Льюисом, состоявшийся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе, американские СМИ назвали битвой гладиаторов. Результаты встречи до сих пор считают противоречивыми, а победу британца называют несправедливой. В 2004 году, победив американца Кори Сандерса, Виталий стал чемпионом мира по версии всемирного боксерского совета World Boxing Council, WBC. Обладая этим титулом, он неожиданно заявил о завершении спортивной карьеры в ноябре 2005. Первый бой после трехлетней паузы состоялся в декабре 2008 года в Германии, тогда украинский боксер сражался с Сэмюэлом Питером, чемпионом по версии WBC, позднее Кличко провел еще 9 боев, окончательно завершив спортивный период биографии в 2012 году. Последний бой спортсмена за титул чемпиона мира по версии World Boxing Council состоялся в сентябре 2012. Его противником стал немецкий боксер-профессионал Мануэль Чар. Результатом встречи стала победа Виталия техническим нокаутом в четвертом раунде. По статистике, это стало десятой успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBC, в 2016 году спортсмен получил от Всемирного боксерского совета титул вечного чемпиона в тяжелом весе. Еще до ухода из бокса Виталий Владимирович заинтересовался политикой. В апреле 2006 был избран депутатом Киевского городского совета, в октябре его назначили советником президента Украины Виктора Ющенко, поскольку спортсмен являлся сторонником оранжевой революции. В апреле 2010 года его избрали главой политической партии «Удар» — Украинский демократический альянс за реформы. Во время Евромайдана пребывание на баррикадах спортсмена с мировым именем внушало людям веру в победу. Многие поверили в Кличко, считая его сильным лидером, который способен изменить ситуацию к лучшему, привести украинскую нацию к процветанию. В 2014 году 56,7% избирателей отдали голоса за Виталия Владимировича, избрав его мэром столицы Украины. Осенью 2015-го политик вновь обошел своих соперников на внеочередных выборах городского головы Киева. В программе Кличко были прописаны пять главных направлений, среди которых — прозрачное использование киевского бюджета, борьба с коррупцией, постоянный диалог с горожанами, повышение комфорта проживания в украинской столице. Бывший спортсмен сумел воплотить не все политические обещания. Так, увеличение коммунальных платежей привело к общему негодованию жителей города. В июле 2019 года над политической карьерой Кличко нависла угроза. Владимир Зеленский высказал намерение уволить Виталия Владимировича с должности главы Киевской городской администрации КГА. Ранее функции главы приказом были отделены от полномочий мэра города. Экс-боксер тут же ответил президенту встречным предложением о досрочных выборах городоначальника столицы. В августе Кличко заявил о готовности вновь баллотироваться на пост мэра Киева. По словам политика, если он не сделает этого, то киевляне его не поймут. 25 октября 2020 года стартовали региональные выборы по Украине, и уже после первого тура голосования, в котором Виталий Владимирович набрал 50,52% голосов, Кличко в третий раз занял пост городского головы Киева сроком на пять лет. Прибывая в должности мэра столицы, Кличко не раз удивлял окружающих своими высказываниями. Его реплики получили большую известность в сети. В ноябре 2020 года книга политика «Кто не слышал, тот увидит». Вышло в свет. Подарочное издание в виде гармошки с 14 известными каламбурами напечатано тиражом в 3000 экземпляров за счет автора. Часть средств от реализации перечислена в благотворительный фонд «Будущее Киева». 23 августа 2021 года в Украину прибыла Ангела Меркель. Как сообщил мэр Киева в своем телеграм-канале, его не пропустили в аэропорт, хотя по протоколу голова столицы должен был присутствовать на встрече политика. Виталий Владимирович назвал ситуацию цирком. По инсайдерской информации, тогда распространяемой в СМИ, вопрос снятия Кличко с должности был решен на 100%. В качестве кандидата на пост головы столицы называли министра развития общин и территории Украины Алексея Чернышева. На фоне слухов о своей возможной отставке Кличко заявил об оказываемом на него политически мотивированном давлении. В рамках уголовных производств о хищении бюджетных средств при строительстве Подольского моста в Киеве и контрабанда топлива из Белоруссии и России прошли обыски в коммунальных предприятиях, структурных подразделениях городской власти и по месту жительства у фигурантов дела, включая столичного мэра. По словам политика, его намеренно дискредитировали, чтобы вопреки Конституции назначить главой как газолетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне. Личная жизнь Кличко не скрыта от прессы, как это иногда случается в политических кругах. Известно, что с 26 апреля 1996 года мэр Киева состоит в официальном браке с бывшей фотомоделью и спортсменкой Натальей Егоровой. После свадьбы она взяла фамилию мужа. Жена постоянно поддерживала Виталия Владимировича во время всех его выступлений на ринге. В семье Кличко трое детей, два мальчика и девочка. Первый ребенок, Егор Дэниел, родился в 2000 году, а в 2002 появилась дочь Елизавета Виктория. 1 апреля 2005 Виталий Владимирович стал отцом в третий раз, у него родился сын Максим Александр, названный в честь немецкого боксера Макса Шмеллинга. Фото из семейного архива политик изредка выкладывает в своем аккаунте в инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской. Все наследники мэра Киева родились в США и имеют американское гражданство. Старший сын переехал жить в Майами, младшие дети сейчас получают образование в Международной школе Гамбурга. Летом 2022 года Кличко сообщил, что разводится с женой Натальей. По словам политика, супруги давно не жили вместе, у обоих была своя жизнь, и теперь оставалось только официально расторгнуть брат.